Землянам не надо опасаться споров о космических ресурсах, считает эксперт Землянам не надо опасаться споров о космических ресурсах, считает эксперт 8.59 РИА Новости Орбитальная станция «Салют-7» с космическим кораблем «Союз Т-14» во время полета РИА Новости Орбитальная станция «Салют-7» с космическим кораблем «Союз Т-14» во время полета Архивное фото Вашингтон, 12 апреля РИА Новости Спустя почти 60 лет после первого полета человека в космос добыча землянами ресурсов во Вселенной и юридические споры вокруг этого все еще остаются вопросом далекого будущего, считает профессор университета Миссисипи Джоанн Габринович. «Я считаю, что приоритет в развитии законодательной базы должен быть отдан контролю вооружения и мусору на орбите, тогда как добыча ресурсов в космосе потребует еще по меньшей мере десятилетия», — сказала Рия Новости профессор, главный редактор журнала «Журнал космического права». Восемь часов. Что вы знаете о первом полете в космос? По ее замечанию, в условиях, когда коммерческие компании говорят о скорой колонизации Марса и предлагают землянам задуматься о добыче космических ресурсов, важно остановиться и оценить прогресс, если таково имеется. Почти 15 лет назад награда «Кспрайз» была вручена за демонстрацию возможности коммерческого суборбитального космического полета, при этом ни одна компания еще не начала космический туризм. Две компании, предлагавшие добычу ископаемых на Астрайде, прекратили свое существование. Учрежденная Google награда «Люнакс Прайз» не нашла победителя, а первый в мире космический порт, открытый с 2011 года, еще не увидел ни одного коммерческого запуска, — сказала Габринович. По ее словам, необходимо отделить преувеличение от фактов, чтобы создавать хорошие законы, которые поддержат коммерческую деятельность в космосе. В целом, по ее словам, действующее международное космическое законодательство, несмотря на то, что за прошедшие 58 лет с полета Гагарина активность в космосе увеличилась, вполне эффективна. «Определенно, есть возможность его развития по широкому ряду вопросов, но чтобы это произошло, должна присутствовать политическая воля», — добавила она. Эксперт уверена, что споры между странами вокруг космических ресурсов возникать будут, а решать их можно в рамках двусторонних переговоров и международных организаций. К тому же, — сообщила она, — вопрос космических ресурсов сейчас стоит на повестке обсуждения Юридического подкомитета Комитета ООН по мирному использованию космического пространства. Полничь 13 — Международный день полета человека в космос. День космонавтики в России.